На сегодняшний день создано большое количество волонтёрских движений, которые занимаются сбором гуманитарной помощи для участников СВО. Они находятся в разных уголках нашей страны. Одно из таких движений есть в Ленинском городском округе. Оно называется ЗДИ. Его организовала местная активистка Мила Сила. Группа моя создана давно. Ещё года два с половиной назад. Раньше я занималась, помогала онкобольным детям. А когда произошла ситуация такая, на СВО нужно было помогать, эта группа сейчас активно помогает бойцам на СВО добровольно. В группу ЗДИ обратился за помощью боец по имени Геннадий. Сейчас он находится в отпуске, по окончании которого вновь отправится в зону боевых действий. Геннадий хочет вернуться не с пустыми руками. Ему нужен квадрокоптер, потому что это самый эффективный инструмент разведки позиций противника. И мы решили помочь ему. Я рассказала всем о нём и вызвала других волонтёров. У нас вместе всегда есть связь. И к нам приехала ещё Светлана помочь нашему бойцу. Если каждый день дальше жить, Добрые дела везде творить, Повторяем, вновь я вам, Душу имя не продам. Светлана Селехова познакомилась с Милой благодаря её творчеству. Светлана приехала, видно, из Орла. У неё тоже есть своё волонтёрское движение под названием «Патриоты России». Там состоят многие неравнодушные люди, благодаря которым мы добровольно собираем, закрываем грузы по спискам, необходимым для наших военнослужащих. Каждому благодарна. По словам Светланы Селеховой, она самостоятельно отвозит гуманитарный груз на своём старом автомобиле. Для того, чтобы его передать, она очень близко подъезжает к зоне соприкосновения. Машина не в лучшем техническом состоянии. Чтобы продолжить своё дело, Светлане нужен новый автомобиль. Машина очень ломается на самом деле. В один прекрасный момент, когда идут обстрелы, я просто могу оттуда не уехать. Очень старенькая, очень печально, а ездить надо. Возможно, совместными с Милой усилиями для Светланы приобретут новый автомобиль. В качестве благодарности за волонтёрскую деятельность Мила лично от себя вручила ей благодарственное письмо и свой именной шеврон. А флаг с подписями и логотипом движения «Патриоты России» получают активные участники группы. Юлия Стафёрова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.